Толя и Коля впервые попали на проект, о котором мечтают все дети атомных городов летом 2019-го. Их творческая смена прошла в Венгрии в единой международной команде вместе с детьми партнеров Росатома из 15 стран. Роли им дали небольшие, но постановщикам мюзикла запомнились Непрофиды Кочуровские. Поэтому они получили приглашение в рождественскую сказку 2020-го, теперь уже на главной роли. Когда нам сказали, что скоро съемки, мама пошла с племонией, за камерой, потом пошли еще одни указания. Герои выходили в эфир из своих комнат, поэтому нужно было приобрести хорошую веб-камеру, поработать со светом, создать таинственную обстановку, выучить сценарий. И все это с температурой. Кочуровские болели в полном составе, но от мюзикла по мотивам «Снежной королевы» не отказались. Две недели репетиции и съемок проходили дистанционно. Лишь несколько эпизодов с участием современных Кая и Герды снималось в Москве. Половина участников находится в других городах, и мы их соединяем с помощью графика компьютерной, с помощью монтажа. Очень-очень давно злобный тролль, он придумал кривое зеркало, создал его, в котором просто все доброе, искреннее, оно уменьшалось до неузнаваемости. А все злое, все злое, все злое становилось еще хуже и гаже. Я работал вот так, сидел, компьютер снимал, а по телефону с ними общался. Ребята, смотрите, я пирожные нашел под компьютером, смотрите. По сценарию это было одно из желаний Миши, так звали героя, которого в сказке играл Коля. Есть пирожные, конфеты, чипсы, без остановки. И чтобы за это никто не ругал. Огромное количество съеденных сладостей стало главной сложностью роли. Я еще второе желание загадал. Хочу двойника, чтобы он все за меня делал. Только этот двойник был такой, который ничего не хотел, он на меня все спихивал. Со своим двойником, которого играл брат Толя, договориться, кто главный и настоящий, сказке так и не удалось. Впрочем, как и в жизни, у близнецов Кочаровских разные комнаты, и пропуск на эту территорию возможен только с разрешения хозяина. Разные у них и увлечения. Коля ходит в музыкалку, театральную студию и поет, а Толя играет в футбол и предпочитает настоящую мужскую работу с папой на даче. Мам, познакомься, это Диана. Диана? Здравствуйте. Здравствуй, Диана. Ой, какие у тебя собачки красивые. Ольге Кочаровской, воспитавшая кроме близнецов еще одного старшего сына, любые житейские и творческие задачи по плечу. Вместе с тремя сыновьями она реализует и свои мечты. Среди особых талантов мамы – фирменные торты сказочного вкуса и волшебная выдержка. Ведь съемки необычной «Снежной королевы» закончились вечером 31 декабря. Едва успели встретить Новый год. История в исполнении атомных детей увидела вся страна. А следующий, 13-й сезон проекта «Нуклеар Кид» собирает новые таланты. Прямо сейчас. Жесткая звезда попала в сердце. Вся моя сердце вдруг попала навсегда.